Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 18 января. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. И я Юлиана Шахова. 18 января 1505 года главный почтмейстер короля Кастилии Франц фон Таксис из Бергама заключил с королем Максмирианом договор, по которому обязался учредить и содержать почтовую связь между Нидерландами и дворами императора и королей французского и испанского. Так была сделана первая в мире попытка организовать регулярную международную почту. Сначала эта организация имела весьма скромные размеры. На станциях было всего по одной лошади. Но постепенно их число увеличивалось, а сроки перевозки корреспонденции сокращались. Курьеры покрывали расстояние от Брюсселя в Париж летом в 36, зимой в 40 часов, в Лион в 3,5 и 4 дня, в Бургас в 7 и 8 дней, в Инсбрук в 5 и 6, в Рим в 10,5-12 дней. Могли пользоваться услугами королевской почты и частные лица. Основная почтовая линия Брюссель-Вена-Италия была вскоре расширена ветвями на Париж и Южную Францию почтовыми сообщениями между Нюрнбергом, Франкфуртом на Майне и Шавгаузеном. На севере почта таксисов доходила до Гамбурга. На протяжении нескольких веков дом таксисов обладал исключительной монополией на содержании почты в Германии. За отдельными правительствами признано было право выкупать почтовую монополию дома таксис. Когда в начале 1867 года дом таксисов за вознаграждение в 3 миллиона талеров отказался от своих притязаний в пользу Пруссии, почтовая территория его включала еще 17 германских государств. 15 января 1535 года испанский конкистадор Франциско Писаро основал на реке Рима город Сьюдаде де лос Рейес, город королей на левом берегу реки Римак. Название, впрочем, не прижилось, и город стали называть Лима от слова Римак, что означает «говорить». Недаром индейцы Кечуа с незапамятных времен называли реку Римак «говорливый». Население города стремительно росло, и уже через 8 лет Лима стала столицей вице-королевства Испании в Южной Америке и получила от испанцев титул прекрасного, восхитительного, верноподданного города-королей. После провозглашения независимости Перу в 1821 году Лима стала столицей государства. На центральной площади Лимы перед входом в кафедральный собор в 1935 году была поставлена статуя отцу-основателю города, но в 1953 году властям показалось, что великий конкистадор грозит шпагой собору и вот-вот въедет в него на своем бронзовом коне. В интересах безопасности Писара переселили в противоположный угол площади оружия. Проходя мимо грозного завоевателя Перу, Лименес, жители Лимы, шутят, что у бедняги Писара, наверное, затекла рука. Ему некуда вложить шпагу. Скульптор забыл про ножны. 18 января 1912 года Южного полюса достиг английский исследователь Антарктики 44-летний Роберт Скотт. Однако на 33 дня раньше здесь уже побывал норвежский полярный путешественник Руаль Амадсен. Англичане нашли палатку, а в ней несколько брошенных инструментов. Три мешка с беспорядочной коллекцией рукавиц и носков. И записку на имя капитана Скотта от Руаля Амадсена с просьбой доставить от него письма норвежскому королю. Англичане сфотографировали и зарисовали палатку. Водрузили у полюса английский флаг. Сфотографировались и пустились в обратный путь. Ужасное разочарование. Мне больно за моих верных товарищей, записывает Скотт в дневнике перед обратной дорогой. Потом сообщает о коротком грустном торжестве на полюсе. К нашему обычному меню мы прибавили по палочке шоколада и по папиросе. Ужасный ураган остановил отважных исследователей всего в 18 километрах от последнего лагеря с запасом продовольствия. Роберт Скотт и его товарищи погибли от голода и мороза. 18 января 1943 года советскими войсками была прорвана блокада Ленинграда. Она длилась 900 дней. За это время, по официальным данным, от голода умерли 641 тысячи человек. Во время обстрелов и бомбежек погибли 17 тысяч. Были разрушены и серьезно повреждены 840 промышленных зданий, 500 школ, 170 медучреждений. Полностью утрачено почти 3 миллиона квадратных метров жилой площади. В 9 часов 30 минут на восточной окраине рабочего поселка номер 1 встретились 1-й отдельный стрелковый батальон 123-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта и 1-й стрелковый батальон 1240-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В тот же день был полностью освобожден город Шлиссельбург, а к концу дня южное побережье Ладожского озера очистилось от врага. По образовавшемуся коридору шириной 11 километров город Ленинград получил прямую сухопутную связь со страной. Этой ночью радио Ленинграда передало. Блокада прорвана. Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет. Сегодня 18 января. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день в разные годы на свет появились замечательные люди, которые внесли свой вклад в развитие мировой науки и культуры. О некоторых из них мы вам сейчас расскажем. 18 января 1835 года родился Цезарь Антонович Кьюи, ученый, композитор и музыкальный критик, член прославленной могучей кучки. Балакирев, Кьюи, Мусоргский, Бородин, Римский, Корсаков – один из основоположников национального движения в русской музыке. Родился он в Вильне, ныне Вильнюс, Литва. Мать его была литовка и отец французом. Музыкой начал заниматься в 10 лет. Учился в главном инженерном училище, а затем в военно-инженерной академии в Санкт-Петербурге, которую окончил в 1857 году. Кьюи сделал блестящую карьеру на военном поприще, дослужился до генеральского чина и стал специалистом в вопросах фортификации. В 1857 году познакомился с Балакиревым, и это послужило толчком для возобновления занятий музыкой. Кьюи стал одним из учеников Балакирева и впоследствии членом могучей кучки. В своих публикациях «Периодики» активно поддерживал принципы новой русской музыкальной школы, пропагандист творчества Глинки, Драгомышского, современных ему русских композиторов. А в наследии композитора 10 опер, наиболее интересный из них – Вильям Радклифф. Он сочинил также ряд оркестровых пьес малых жанров, три струнных квартета, около 30 хоров, пьесы для скрипки с фортепиано и более 300 романсов. Самое ценное в творческом наследии Кьюи – вокальная лирика, романсы. Кьюи завершил по эскизам неоконченной оперы Драгомышского «Каменный гость» и «Сорочинская ярмарка» Мусоргского. Умер Кьюи в Петрограде в марте 1918 года. Кьюи завершил по «Каменный гость» и «Сорочинская ярмарка».